Отставка Разумкова. Как это было и кто претендует на должность спикера Верховной Рады? Встреча во Львове, о чем говорили министры иностранных дел Украины и Турции. И спортивная школа в Рубежном снова открыли после ремонта. Вы смотрите новости в студии Светланы Леонтьева. Добрый вечер. Больше не спикер. Народные депутаты поддержали отзыв Дмитрия Разумкова с поста председателя парламента. Кресло в президиуме он занимал в течение 770 дней. И за это время у МОНа большинства накопилось к нему немало вопросов. Смог ли ответить хоть на часть из них теперь уже бывший спикер и кто может занять вакантный пост, знает Лариса Зубенко. Дмитрий Разумков последний раз открывает заседание парламента. Заявляет, принимать участие в голосовании за отзыв себя же с поста председателя Верховной Рады не будет, чтобы избежать конфликта интересов. И на время рассмотрения этого вопроса обязанности спикера передают нардепу от МОНа большинства Даниилу Гетманцеву. И он все же занимает место в президиуме, вопреки сопротивлению Разумкова. Трибуна будет занята, поэтому с места все-таки. Первым к трибуне выходит первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. К Дмитрию Разумкову у МОНа большинства накопилось много вопросов. Как так получилось, что в Раде начал работать принцип «друзьям и себе все», а врагам – «рекламент». Почему в конце концов парламент превратился в тормоз для реформ и для курса президента? Является ли врагом Украины Виктор Медведчук? Враждебны ли по отношению к Украине пророссийские телеканалы «Слуга 12», «ЗИК», «Ньюзван», сайт «Страна.юэй»? Почему вы не поддерживали санкции против всех вышеуказанных лиц и организаций? Какую страну строите вы? Мы точно за Украину и победу над врагом – внешнем в виде РФ и внутреннем в виде пятой колонны коррупции и олигархов бедности. В ответ Дмитрий Разумков сыпет обвинениями в адрес бывших соратников, мол, это они забыли о принципах, с которыми проходили в парламент. Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, с которыми шли, право народа, стал принципом власти большинства. Принцип «закон один для всех» стал принципом друзьям «все, врагам закон». А принцип, что офшоры для власти позор, стал принципом «ничего страшного, у каждого ФЛП он есть». Решающее голосование и 284 голоса «за». Отзыв Разумкова поддержали не только представители МОНа большинства, но и нардепы от оппозиции. Мы пришли к Разумкову и сразу сказали, Дмитрий Александрович, мы будем голосовать за вашу отставку, потому что мы понимаем, что другого пути ускорить конец этой власти, чем парламентские досрочные выборы, нет. Ваша отставка это приближает. Ваша отставка это приближает. Мы не видим здесь никакой трагедии. Дмитрий Александрович – это очень уважаемый человек, который сегодня руководил Верховной Радой. Есть проблемы, но Дмитрий Александрович много пользы принесет украинцам в зале, как депутат. После отставки спикера фракции тут же уходят на совещание, чтобы определиться со своими кандидатами на вакантное кресло. Уже после двух часов дня в зале звучат имена пятерых выдвиженцев. Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич от Евросолидарности. Ярослав Железняк от «Голоса», внефракционный депутат Геолерос и Руслан Стефанчук от фракции «Слуга народа». А вот на должность первого заместителя в монобольшинстве предлагают Александра Корниенко, если кресло спикера зовет Руслан Стефанчук. Думаю, что голоса там и так найдутся. Господин Стефанчук был неплохим первым заместителем господина Разумкова. Но учитывая то, как проходило сегодня с грубым нарушением снятия председателя парламента, мне кажется, что голосовать «за» – это нет. Я думаю, что это хорошие кандидатуры. Я думаю, что это хорошие кандидатуры. И на самом деле для меня важно то, что мы сейчас должны в короткий срок внести изменения в регламент. Мы должны провести реформу аппарата Верховной Рады. У нас, видите, единство есть. И за редким исключением фракция монолитно голосует. И за каким-то редким выключением фракция монолитно голосует. Сегодня пять кандидатов успели только представить свои программы. Однако имя нового председателя парламента станет известно лишь завтра. Лариса Зубенко, Александр Бугай. Новости Украины. Энергетическая безопасность Украины и стратегическое партнерство США. Борьба с коррупцией и соблюдение прав человека на Донбассе. Эти вопросы сегодня во время встречи обсудили глава администрации президента Украины Андрей Ермак и заместитель помощника госсекретаря США Робин Даниган. Она прибыла в Киев с двухдневным официальным визитом. Начала с посещения мемориала памяти украинцев, погибших в результате российской агрессии. Встретилась также с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником и подтвердила поддержку безопасности Украины Вашингтоном. Во время своего первого визита в Украину новоназначенный заместитель помощника государственного секретаря Робин Даниган, ответственная за центральную восточную Европу, занималась всем спектром американско-украинских вопросов на встречах с правительством, гражданским обществом и СМИ. Пытки в колониях во временно неподконтрольных Украине в районах Донецкой области. Уполномоченные Верховной Рады Украины Людмила Денисова в своем телеграмме написала, что в Макеевской колонии номер 32 и Снежнянской исправительной колонии 127 администрация систематически запугивает и требует деньги у заключенных. О пытках в тюрьмах на территории Ордло говорят и правозащитники. Все люди, которых обменяли и которые вернулись на подконтрольную территорию Украины, с большинством из них мы общались. И большинство находилось в колониях так называемых ЛНР и ДНР. Все они, кто был под следствием, проходили через тяжелые пытки, как средство получения доказательств. Это различные пытки, начиная с избиений, применения электрического тока. Это также различные формы удушения, применение также воды для удушения и, например, использование различных средств для нанесения телесных повреждений. Шокирующие кадры пыток заключенных в российских колониях обнародовали правозащитники портала «ГУЛАГУ.нет». Его основатель Владимир Осечкин сообщил, что видеоархив им передал программист, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний. Все пытки снимали на служебные видеорегистраторы. Как отреагировали на эти материалы в Кремле и понесут ли виновные наказания, Николай Старков расскажет. Пытки, унижения и насилие – так обращаются заключенными в Саратовской тюремной больнице. Эту запись несколько дней назад опубликовал правозащитный проект «ГУЛАГУ.нет». Это действовала такая и действует до сих пор, пока она не остановлена. Пыточная система, большой гигантский пыточный механизм были реализованы в Саратовской ОТБ-1, в Красноярской КТБ-1, в СИЗО номер один и СИЗО номер шесть Иркутска, в СИЗО номер один Владимира, еще в целом ряде регионов. Основатель проекта заявил, ему удалось вывести из России 40 гигабайт документов, фотографий и видеодоказывающих, что заключенные подвергаются пыткам и изнасилованиям со стороны других заключенных. Настолько происходит цинично, методично, расчетливо, под контролем сотрудников администрации, при полной осведомленности всего персонала ОТБ-1, и при этом еще складируется, снимается все это дело на служебные видеорегистраторы. Видео унижений снимают для отчета перед руководством. Позже такие данные попадают в архивы спецслужб под грифом «Секретно». От этих оперативных непосредственных исполнителей, которые работают в тюрьмах, их начальство, оперативное начальство, требует отчетов того, что они делают. Причем отчетов именно такого рода, что они приказывают, да, засовываете вот эту палку, чтобы он, значит, подписал соответствующие документы. Что они и делают, и отчитываются перед своим начальством этим видеоархивом. Из-за разгоревшегося скандала российские власти заявили о начале серии уголовных расследований в тюрьме и тюремной больнице Саратовской области. Но это лишь прикрытие, считают правозащитники. Ведь пыточный конвейер в российских тюрьмах работает с согласием властей. И даже больше он выгоден режиму. Защиты искать не у кого. Стоящее начальство, прокуратура, так называемая ОНК, в России это все одна круговая цепь, состоящая из всех тех же сотрудников силовых ведомств, которые покрывают одни других. Почему? Потому что у них сверху есть, с самого верха указание это делать. В мае 2021 года ради безопасности сотрудников проект «ГУЛАГУНЕТ» переехал во Францию. Ведь в России они и не раз сталкивались с угрозами со стороны Федеральной службы исполнения наказаний. А уже в июле Роскомнадзор заблокировал сайт проекта. Николай Старков, новости Украины. Шпионили в пользу России и за это поплатились. Разведанные НАТО подтвердили. Восемь сотрудников миссии РФ при Альянсе – тайные сотрудники российской разведки. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, именно на основании полученной информации были отозваны аккредитации и принято решение о высылке россиян. Напомню, накануне СМИ сообщили о решении НАТО вдвое сократить российскую миссию при Альянсе. Мы отозвали аккредитацию восьмерых участников российской миссии в НАТО, которые не сообщили, что являются офицерами российской разведки. Это решение не связано с какими-то конкретными событиями, но уже некоторое время мы наблюдаем рост злонамеренной деятельности со стороны России. Мы должны быть бдительными. Мы видим, что эти участники миссии ведут деятельность, которая не согласуется с их аккредитацией. Безопасность в Черном море, квартиры для крымских татар и военно-техническое сотрудничество. Эти темы сегодня обсудили во Львове министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлюк Чавушаглу. Встречу посвятили перспективе украинско-турецкого сотрудничества в сферах политики безопасности, торговли, оборонной промышленности, энергетики и инфраструктуры. О чем удалось договориться узнавали наши корреспонденты. Квартиры для крымских татар, которые вынуждены были бежать из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, начнут строить уже в этом году. При поддержке правительства Турции жильем обеспечат полтысячи семей. Мы будем продолжать прилагать совместные усилия для обеспечения прав крымских татар в суверенной стране. И мы будем продолжать работать над проектом по строительству жилья для крымских татар. И еще в этом году приступим к строительству. Еще одна важная тема – сотрудничество в оборонной сфере. В частности, производство в Украине турецких беспилотников в рамках совместного проекта «Байрактар». Турция интересуется возможностями украинского Антонова. Эффективность наших самолетов была ярко доказана в ходе недавних пожаров в Турции. И эту помощь в борьбе со стихией Турция, по словам министра иностранных дел, оценила по достоинству. Я хочу в вашем присутствии еще раз поблагодарить за поддержку в тушении лесных пожаров, возникших на моей родине, в Анталии и других регионах. Мы никогда не забудем о проявлении этой солидарности. В условиях оккупации России и Крыма вопрос безопасности в Черном море в списке первоочередных и для Украины, и для Турции. Мы едины с Мевлютом в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс безопасности и интересов. Черное море не должно быть пространством для агрессивных действий одной из стран. И для досягнения этой меты Украина та Туреччина тесно співпрацювати. Сегодняшние переговоры – это подготовка к 10-му заседанию Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции, который пройдет в конце января следующего года в Киеве. Стратегическое партнерство между Украиной и Турцией сегодня находится в самой высокой точке развития за последние 30 лет. И очень важны в этом стали особенно доверительные отношения между президентами Эрдоганом и Зеленским. Он предусматривает обмен опытом профильных специалистов. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Новости Украины. Утеплили и отремонтировали. В рубежном Луганской области после реконструкции открылась детско-юношеская спортивная школа. Там могут заниматься более 500 юных спортсменов. Деньги выделил Европейский инвестиционный банк в рамках проекта «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины». Это более 9 миллионов гривен. Как теперь выглядит школа, видела Анастасия Волкова. Даша занимается гимнастикой уже 11 лет. Она кандидата в мастера спорта Украины и многократная чемпионка Луганской области. Когда вернулась к занятиям в родную спортивную школу, помещение не узнала. Здесь еще изменился спортзал весь. Капитальный лимон провели нам очень хороший. Современные раздевалки, санузлы. Провели отопление, покрасили все. Спортивной гимнастикой и легкой атлетикой в этом зале занимаются около 100 детей. А во время соревнований зал используют все воспитанники спортивной школы. А их тут более 600 человек. Очень все было рыхлое, разрушенное, старенькое. Старые снаряды, старые стены, было холодно. Заниматься было очень в кофтах, в свитерах невозможно было. Во время ремонта здание утеплили, отремонтировали кровлю и заменили полы в тренировочном зале. Не было этих прекрасных раздевалок душевых. Не было этого ковра, окон. То есть все было не очень, скажем так, мягко говоря. Здесь были синие стены, ужасные санузлы. Нам сделали хорошие санузлы, там евроремонт. Очень приятно, когда для наших детей делается что-то. Отдельное внимание системам отопления, вентиляции и кондиционирования большого спортивного зала. Это современную систему вентиляции и кондиционирования. Она и подогревает воздух, она фильтрует воздух. То есть дети дышат чистейшим воздухом, там специальная система фильтрации, забор воздуха, рециркуляция. То есть по самому последнему современному условию техники все сделано. Ремонт детской юношеской спортивной школы стал одним из 246 украинских проектов, финансирование которого поддержал Европейский инвестиционный банк. И одним из 40 по Луганской области. Проекты отбирались по таким критериям, как поддержание и создание преимуществ для местного населения, в том числе для внутренне перемещенных лиц. Мы отбирали проекты, которые улучшают инфраструктуру. И это включало и реконструкцию, и ремонт школ, больниц, создание жилья для внутренне перемещенных лиц. Наша цель – создать для детей все возможности для комфортных занятий спортом. Также на областном и городском уровне пообещали найти деньги для покупки новых гимнастических снарядов и обновить в школе материально-техническую базу. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Новости Украины. 35 лет донорского стажа. Харьковчанин Владимир Бунин – единственный в области донор, который сдал кровь почти 250 раз. Говорит, что даже не подозревал, скольким людям пригодилась его кровь. О доноре со стажем Наталья Белокудря расскажет. Владимир Бунин работает охранником. Несколько десятков раз в год мужчина отпрашивается с работы. По важной причине. Он донор. Регулярно сдает кровь и плазму. В регистратуре Харьковского областного центра службы крови Владимира знают больше 30 лет. Он у нас донор с 99-го года. За это время он сдал 249 раз. У него редкая группа крови, четвертая положительная. Впервые стал донором еще в армии после чернобыльской катастрофы. Затем уже в Харькове посчитал. В среднем за год пять раз давал кровь и 20 раз плазму. Карточка номер пять. Такой точно нет ни у кого. Ни в Харькове, ни в области. Потому что в карточку фиксируется каждая сдача. И когда она заканчивается, она идет в архив. Заводится новая. У меня уже пятая. Вадимир рассказывает, как за три десятилетия изменились условия в центре крови. Тут есть хороший аппарат. Вот так ручку ложишь, и он тебе давление оговорит. У меня сейчас больше настроение ностальгии. Стука росла. Вот как раньше было. Раньше все было по-другому. На сегодняшний день в Харьковском центре крови более пяти тысяч постоянных доноров. Именно они первыми откликаются на призыв о помощи и обеспечивают 40% всех донаций. А кровь вакцинированных от коронавируса, которая содержит высокий титр антител, собирают отдельно, чтобы в случае необходимости поделиться с теми, кто в ней нуждается. Мы сейчас всю донорскую кровь обследуем на антитела COVID, иммуноглобулины M и G. То есть есть они в крови или нет. Плюс к этому плазму от этих людей, у которых высокие титры, мы ее отдельно храним. У нас такой запас есть, чтобы вы понимали, где-то порядка 700-800 литров плазмы с хорошим титром антител мы храним. В этот раз в операционном зале, где берут кровь и ее компоненты, Владимира ждали с подарками. Здесь и самый преданный его поклонник – сын Эдуард. Он тоже регулярно сдает кровь. В Харьковском областном центре службы крови надеются, что Владимир Будин все-таки получит государственную награду звания «Заслуженный донор Украины». С пожеланием крепкого здоровья и отзывчивых людей рядом я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей. Их всегда можно посмотреть в соцсетях. Берегите себя и до встречи.